Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем телевизионное утро пятницы на канале Россия-1. Далее в нашей программе мы расскажем вам, как правильно сделать обрезку винограда. Прикоснемся к искусству терпсихора и вспомним день рождения великого русского классика. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. 6 июня весь литературный мир и поклонники творчества великого писателя вспомнят день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В сотнях, в сотнях городах и селах по России, да и по всему миру установлены памятники великому классику. А по мнению социологов, Пушкин считается самым значимым писателем России. У луком моря дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по уцепи кругом. Идет налево, пейс заводит, направо сказку говорит. Там чудеса, там лещи бродят, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невидомых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там в облаках перед народом, через моря, через леса колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там царь кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Духовной жаждой томи, в пустыне мрачно я влочился. И шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами, легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзли свящие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон. И внял я небо в содрогание, и горний ангелов в полет, и гад морских подводный ход, и долни лозы прозябания. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и прознословный, и лукавый, и жала мудрая змеи, густа отверстия мои, десницы вложил кровавым. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и угль, пылающий огнем, во грудь отверстию водину. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и вишть, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Торгуя совестью пред бледно нищетой, не сыпь своих даров расчетливой рукой, щедрота полная, угодно небесам. День грозного суда, подобно невитучной, усеятель благополучной, сторицей воздаст она твоим трудам. Но если, божилев, трудов земных стяжан, вручая нищему скупое подаяние, И сжимаешь ты свою завистливую тлань, знай, все твои дары, подобно горсти пыльной, Что с камня моет дождь обильный, исчезнув, Господом отверженная дамя. Продолжаем телевизионное утро пятницы. Дорогие друзья, совсем недавно я побывала на репетиции одного потрясающего коллектива И познакомилась с участницами ансамбля «Леди Дэнс». Познакомилась, пообщалась с ними и однозначно для себя решила, буду танцевать. Давайте знакомиться вместе. В прошлом медработник, а в настоящее время пенсионерка, кстати, никогда бы не подумала. Марина Дзубраилова второй год занимается в женском танцевальном коллективе «Леди Дэнс». Сначала была йога, затем стрейчинг, а потом увидела занятие в младшей группе И когда был набор во взрослую, записалась и хожу на занятия с большим удовольствием, Говорит участница коллектива. Мне все нравится. Мне нравится все, что преподает Ирина. Это просто бесподобный тренер. Во-первых, заряжаемся от нее. Все мы, это мы все, как бы одного мнения даже как-то пришли, разговаривали, что каждый получает эмоциональный заряд. Я лично получаю вдохновение. Я ухожу не просто я иду, я лечу домой. Я хожу пешком, у меня еще есть силы идти пешком. Все мои домашние знают об этом, все тоже восхищены, довольны. Ну, я думаю, что в таком возрасте, в пенсионном, нужно всем, женщинам, двигаться, потому что это молодость, это здоровье, это продолжение жизни, это просто красота женская. А вот врач-офтальмолог Наталья Заболочина танцы любит с детства. Особенно ей нравятся молодежные направления. В коллективе четвертый месяц, а успехи уже видны даже непрофессионалу. Для Натальи, как и других участников коллектива, важен результат, эмоции, которые появляются во время занятий танцами. Получаю огромнейшее удовольствие, потому что это, прежде всего, возможность раскрыть себя, научиться быть женственной, полюбить себя, наверное. Я перестала бояться смотреть на себя, когда меня снимают, вот, допустим, фотографируют. Я всегда пряталась, убегала. А сейчас я могу запросто включить телефон, даже попозировать, поснимать себя сама и получить от этого удовольствие. Я начинаю себе нравиться, это здорово. «Танец делает нашу жизнь красивее, интереснее, а нас – более уверенными в себе, раскрепощенными и свободными», – в один голос заявляют участницы «Леди Дэнс». Что ж, пожелаем этому замечательному коллективу успехов. У нас в гостях сегодня руководитель коллектива «Леди Дэнс» Ирина Крымшамхалова, также участники коллектива, Ирина Курочинова, доброе утро, Ирина, Наталья Есипова и Диана Карданова. Доброе утро, очаровательные люди! Доброе утро! Доброе и доброе! Прежде всего, спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Очень рада вас видеть сегодня. Ирина, кому вообще пришла идея создания вот такого коллектива? Он ведь отличается от других. Это, во-первых, у вас девушки, во-вторых, кто-то танцует, кто-то нет. Как создавался коллектив? Вы знаете, когда я училась в Краснодаре в университете, я пошла изучать другие направления танцев, помимо того, что я занималась. И увидела, что есть группа «Кому за 35?». Я подумала, почему бы у нас в республике это не сделать? То есть я увидела вот глаза этих людей, которые с удовольствием приходят, и мужчины, и женщины, и они танцевали бальные танцы. И на самом деле давно пробовала здесь создать нечто подобное, но только с женским коллективом. Но как-то не получалось. То есть люди приходили, уходили. Вот постоянного такого костяка у меня не было. И вот я очень благодарна судьбе, что в моей жизни появились такие девочки, которые горят этим, которые получают удовольствие. Я от них на самом деле заряжаюсь энергией, потому что видно, что они приходят, получают удовольствие, и они занимаются этим с любовью. И тем самым я сама мотивируюсь от них. Но вы занимаетесь ведь не только со взрослыми, у вас еще и детки есть. Да, у меня детки, младшая группа там от пяти лет, подростки, и вот это у нас самая старшая группа. Но я вам хочу сказать по энергетике, она, наверное, самая молодая. Потому что бывают, приходят дети такие вот уставшие от жизни, они такие вот ничего не хотят, им бы вот этот планшет, телефон. А тут приходят вот девочки, я их называю девочки, и они вот раскрываются. И на них смотришь, получаешь удовольствие. Как здорово. Девочки, ну расскажите каждую свою историю. Как вы попали вот к Ирине в коллектив? Диана. Ну, мы с Ириной знакомы очень давно, как мы говорим, не будем называть сколько. Мы когда-то давно вместе работали, таким образом познакомились. И вот попробовав однажды, я уже ей не изменяю. Мы уже, не только я танцую, уже дочка моя танцует. Мы прям всей семьей уже, все вместе, мы одна большая творческая семья. Понятно. Наташа, а вы? Сначала замуж, дети, и как-то некогда мне было. Потом, как всегда, есть отговорки, времени нет, уроки, семья и все такое. Ну, потом уже детки немножко у меня стабилизировали, сами ходить стали, более посвободнее стало. И я решила, что нужно что-то делать. Нужно искать для себя, чтобы было удовольствие для меня. Не только кухня и семья, но и еще чтобы что-то. И я сначала ходила, нашла танцы женские, женская пластика. Ходила туда, потом там распались, хореограф уехала. И карантин потом дома сидела. Мне муж говорил, когда ты уже на танцы будешь говорить, когда ты уже что-то найдешь? Я говорю, а почему? Ну, вот все равно, когда ты ходишь, ты получаешь удовольствие. Там два раза в неделю ты отдыхаешь морально, в первую очередь морально. Ну, и вот потом я нашла Ирину через наши соцсети. И вот записалась, с ней стала ходить, заниматься. Скажите, пожалуйста, ну вот ваш супруг, очень важный, так сказать, момент, да. Вот он отметил какие-то еще изменения, может быть, в вашей внешности? Ну, в целом, да. В целом, эмоционально изменения появились. Ну, и в целом, да, стала как-то более фигурка, так сказать, вырисовываться. Ключевое? Да, да, да. И на танцы я хожу для него. То есть, как бы, когда пришел период оплачивать, да, я ему говорю, милый, нужно это оплачивать? И он, а я причем, ты же ходишь? Я говорю, ну, я же для тебя хожу. Я вот для себя, что ли? Классно получается, да. Классно, и мотивация какая хорошая. Ирин, а вы как пришли в коллектив? Ну, я как пришла. В общем, у меня у дочки были, болели ножки. И как-то читала, читала. Кто-то мне сказал, что при ее проблеме нужно на танцы ходить, потому что танцы, они дают не такую сильную нагрузку, как какие-то массажи. И незаметно оно, в общем-то, перерастет этот период. Ну, в принципе, так и вышло. Это было лето, собирался набор. Я тоже через соцсети узнала, пришла на собрание, так скажем, записывать детей обоих. И слово за слово я просто спросила, случайно, ну, как бы так интересно рассказывала Ирина нам все, какие направления и так далее. Детей я сразу записала. И тут у меня возник вопрос, а вдруг есть что-то, ну, как бы для меня? Потому что я очень давно искала, ну, наверное, года два до этого, я хотела ходить на латинские танцы, там, бачата, ну, сальса, вот что-то такое. И как раз она и ответила, говорит, да, вот мы как раз вот что-то такое, я и даю, и мамочки ходят. Я говорю, да дай меня записывайте. Ну, это было до пандемии, так скажем. И так получилось, что, ну, какие-то группы развалились, у меня дочь еще куда-то ходила. В общем, дети перестали ходить, а мама нет. Ну, после того, как увидели, какая я прихожу после занятий, ну, в общем, конечно, усталость есть, но это такая приятная усталость. Во-первых, ну, ты приходишь домой уже расслабленная, чтобы там дети не попросили, я в таком хорошем расположении духа, ну, я на все, в общем, говорю, да. И моя дочь говорит, мама, прям так все хорошо, давай я еще раз похожу. Ну, она стала ходить. Потом, когда мы уже поехали, вот, и на выступление, она увидела это все. И на ушко так подошла в конце выступления, и сказала, мама, вот если Ирина Демиркановна нас еще, нашу группу куда-то повезет, можно я поеду? Ну, так вот. То есть мама стала стимулом для дочки? Да, в общем, и сейчас, ну, вот у нас у Дианы, дочка и моя, они уже подружились, потому что, ну, как бы мы дружим, дети ходят. У нас уже как своя семья получается, я вот, например, так расцениваю. Вот здесь какой-то кубок, дипломы. Ирина, это что, вы уже завоевали что-то? Да, это был Всероссийский фестиваль-конкурс, проходил в городе Ставрополь. И там мы поехали вот старшим составом с Леди Дэнс, и девочки младшие поехали. Тоже взяли призовое место, два призовых места у нас. Младшая группа танцевала танец-микс в стиле хип-хоп, а Леди Дэнс танцевали два танца. То есть они у нас танцуют фламенко. И есть у нас еще очень такой интересный танец, называется «Отчаянные домохозяйки». То есть мы действительно показываем, что вот женщина устала от вот этой домашней рутины, ей это все надоело. И когда она снимает этот халат, выбрасывает эту тряпку, в кого она может превратиться. То есть в ней настолько много всего есть, что можно показать. И вот это в танце мы все показываем. Танец, конечно, просто прошел на ура. Феерично, я бы сказала. Нас очень поддерживали и зрители, и организаторы. У нас был страх, что, например, у меня за себя скажут, что выйдем. И увидев нас, не похлопает. Ну типа вот вышли взрослые тетки как бы. А тут все равно было такое ощущение, потому что я никогда не выходила на сцену. Это же не профессия моя, не основная. Ну а сейчас я вот прям живу этим, честно. Мне вот хочется так, потому что я себя чувствую свободно и счастливно. Счастлива мама, счастливы дети в семье, и все хорошо. Но нас приняли на ура. Если вы знали, какие вы сейчас очень важные, нужные слова сказали, и ваше присутствие, ваша энергетика, она, скорее всего, и телезрителям нашим передастся. И если нас сегодня с вами услышат наши телезрительницы, которые еще сомневаются, вот давайте для тех, кто сомневается. Не сомневайтесь, просто делайте. Вот просто один раз попробуйте, поверьте, вас затянет. Можно добавлю, люди идут к людям. Да. Все-таки тот человек, который нас организовал, сплотил, это Ирина, вот в первую очередь. Это энергетика, вот то, как она нас поддерживает, и она, ее супруг Казбек Исмаилович, это просто действительно большая творческая семья. Поэтому, правда, большое тебе спасибо, что ты нас собрала. Это вот просто от сердца, от души. Спасибо вам, что вы сегодня украсили наше телевизионное утро. Ирина, а у вас есть возможность пригласить на свой концерт сегодня? Да. У нас в это воскресенье, 6 числа, в 2 часа дня, в Государственной филармонии будет проходить отчетный концерт, где будут принимать участие абсолютно все группы, и малыши, и старшие, будут разные танцы, разные стили, песни. То есть это будет очень интересно. Поэтому приглашаем всех желающих прийти и посмотреть. Друзья, не упустите такой возможности, порадуйте себя искусством терпсихоры. Я же благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю от всей души успехов. Не бросайте, продолжайте заниматься. Вы такие красивые. Спасибо. Вы такие красивые. Ну, просто лучше быть не может. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Пригласили, было очень приятно. Да. А сейчас в нашей программе постоянная рубрика «Сад-огород». Сегодня мы узнаем, как правильно сделать обрезку винограда, чтобы к осени получить богатый, вкусный, ароматный урожай. Если мы хотим получить вкусный и сладкий виноград, послушаем, как за ним надо ухаживать и бороться с свидетелем. Виктор, расскажите, что это за сорт? Ну, это сорт у нас юбилейного Черкасска. Сорт народного селекционера, скажем, окраинного. Значит, житель нашего юга России. Значит, есть много очень сортов, которые он вывел, которые мы все ценим. Это вот один из них – это юбилейного Черкасска. Есть Благовест, есть Виктор. Значит, ну, эти сорта очень ценятся любителями, во-первых, за то, что они очень урожайные. Во-вторых, они очень прихотливые. Но, несмотря на то, что, значит, сорта неприхотливые, как я сказал, вредителей не хватает. Вот один из них – это войлочный клещ или зудень. Основной признак – это вот покраснение листьев, это вот эти бугры, это вот эта краснота, которая остается после действия клеща. Значит, как правило, клещ просыпается у нас ранней весной. Обработку мы проводим химическими препаратами. В любом магазине хозяйственных товаров, где продают, ну, удобрения, пестициды, вы заходите, спрашиваете, что есть от войлочного клеща, они вам посоветуют, и, значит, разводите этот препарат, используя средства защиты, обрабатываете и, ну, защищаете виноград. Потому что, если оставить это все в таком виде, значит, сок будет ликвидирован, клещ его буквально съест, и, соответственно, у куста не хватит силы, значит, для того, чтобы, ну, как следует, выкормить свой виноград. Помимо этого, значит, перед тем, как обработать, мы сейчас попытаемся, значит, несколько проредить этот виноград. Вот это последствия прошлой осени, когда у нас была засуха, и буквально пошли дожди, и у нас, значит, из нескольких, ну, из одного места, из нескольких почек росли множество побегов. Я вот по осени это выламывал, но все равно, видите, даже весной это сейчас у нас происходит. Что мы делаем? Мы, во-первых, определяем основной побег, который нужно оставить. Ну, вот видите, два побега. Один больше, один меньше. Какой мы оставим? Соответственно, мы оставляем тот, который больше. Значит, для того, чтобы больше питания шло к макушке, мы срезаем или сломаем вот эти несколько листьев, которые нижние. То есть, питание пойдет сюда. Мы сейчас удаляем вот эти пасынки. Самое сложное для меня, это вот решить, что из этих двух кистей оставлять. Вот примерно вот так побег у нас должен выглядеть. Здесь также мы берем дальше и смотрим, что мы здесь можем убрать. То есть, вот опять та же самая история. Видите, вот у нас несколько побегов из одного места. Мы вылавываем этот побег, смотрим, значит, вот на этой кисти у нас, на этом побеге у нас нет кистей. Мы его тоже берем, прищипываем, чтобы она не ела лишнее питание у нас. Это то же самое вот здесь. Мы вылавываем эту кисть. Здесь смотрим. Видите, вот из одного места растет несколько кистей у нас, несколько побегов. Ну, мы оставляем самый сильный, грубо говоря, вот этот, остальное выбрасываем, то есть не жалеем. Я почему все-таки призываю не жалеть, да, и рассказывают эту старую историю про осла, которому поставлен памятник, что когда осел объел виноград, и виноград стал более обильно плодоносить, люди подумали и начали процедуру обрезки. Так что мы научились этому у животных, поэтому, значит, в данном случае, главное не жалеть, и главное успокоить себя в том, что все-таки будет хороший виноград, когда ты выламываешь кисть, но всегда это жалко. Нужно оставить десятую часть от общего количества побегов, обламывать выше второй почки на 3 сантиметра. Занятие не хитрое, но с первого раза все ненужные пасынки все равно не заметишь. Осматривать каждую веточку приходится несколько раз. Вместе с пасынками обрываем лишние листья. Так улучшается естественная вентиляция, и листиком будет дополнительное солнечное питание. По идее, значит, этот куст дает до 15 килограмм с куста винограда. То есть, поэтому, учитывая, что кисть порядка килограмма, 800 грамм, то это получится 15-20 кистей должно остаться, в принципе, на кусту. Поэтому будем смотреть, будем убирать, будем что-то это самое по погодным условиям. Сорванные листья ни в коем случае на землю не бросаем. Складываем в миску и сжигаем, чтобы обезопасить свой урожай. Теперь наш виноград можно и обработать. По инструкции мы должны это делать в сухую, безветренную погоду, рано утром. С другой стороны, у нас не всегда получается все эти мероприятия делать именно по погоде. Поэтому вот хотя бы 3-4 часа, чтобы была погода без дождя. Вот, и благодаря этому химикату, я думаю, что мы победим. Используя химический препарат, мы можем обрабатывать один раз за сезон. А так, в принципе, если мы смотрим, если у нас появились признаки наличия клеща, то лучше провести обработку для того, чтобы все-таки куст не болел, для того, чтобы питательные вещества и шли к винограду, а не расходовались на того, чтобы накормить вредителей. Ну что, будем ждать урожай? Надеемся, что будет урожай. Ну что ж, на этом утро пятницы подошло к концу. В 14.30 смотрите информационный выпуск. Я же с вами не прощаюсь. До встречи в 17.15. Хорошего дня! Позади меня один из лучших парков нашей страны. Парк культуры отдыха «Зеленый остров». Здесь сегодня чемпионат города Черкеска по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля донной удочкой». Съехалось огромное количество спортсменов из Чеченской республики, Северной Осетии, Ставропольского края, Краснодарского края, Кабардино-Полкарии, ну и, конечно, Карачаево-Черкесии. После непродолжительной регистрации участников соревнования начинается волнительная для спортсменов часть. Жеребьевка. Поясню новичкам, для чего она делается. Каждая команда состоит из трех человек. Чтобы исключить взаимовыручку между ними, спортсменов разделяют в три разные зоны. Следующий этап мероприятия – общее построение, на котором знакомят участников друг с другом. Кузнецов Сергеев, Шаипов Аюк, Мишаипов Ислам, команда «Сладман» фюкет. Напоминают правила, меры безопасности. После проверки можно замешивать мотыля и грузы. Нужно опытные спортсмены, у кого много оборудования. По рекламе 25 минут. Вам только нужно. Ну и, наконец, главный судья торжественно объявляет об открытии соревнования. Участники турнира на берегу. Судьи проверяют у каждого, соответствуют ли требованиям насадки, прикормки. Так, прикормочку показываем. Красота? Ну, вроде да. Красиво, да? Через пару минут будет дан основной гудок, который будет изначать старт первого тура. И вот тут начнется заруба, так говорят спортсмены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» В вашей зоне есть нарушения, нет? Нарушений пока нет. Карась, наиболее желанная для спортсменов рыба, сегодня совершенно неактивна. Выход из положения – мелкие рыбешки, уклейка и окунь. Ковыряем, трудовую рыбу ковыряем. Спортивный водоем, спортивная рыба? Да. Ну так, конечно. Первый тур подходит к финалу. Как ситуация? Ну, в принципе, я думаю, что все неплохо, потому что окунь ловится стабильно, время от времени попадается у плита. Крупную рыбу, конечно, никто не поймал, но мелкую рыбу, мне кажется, поймали практически все. У меня в руках голова от пацачика и весы. А это означает, что дело подходит к финалу первого тура. Сейчас главный судья сделает гудок, и мы начнем церемонию взвешивания. Вес – 173 грамма. Спортсмен Никита Захватов. Вы согласны с весом? Сейчас проверю. Сверосят вес, потом застали. Алик. По итогам первого тура. Так, доволен результатом. Результатом доволен, конечно, единичка. Команда тоже сыграла, в принципе, в целом хорошо. У нас, по-моему, единичка, две двоечки. Да, пять баллов. Ну, должны быть на первом месте. По рыбалке, что скажу, ловилась уклейка, ловился окунь. Ну, в основном, уклейки очень мало, уклейка нестабильная. Всего другой рыбы не было. Галавль не проявил себя никак? Ни галавль, ни карась обещанный, ничего не было. Небольшой перерыв. Очередная жеребьевка. Она перетасует номера секторов, то есть места ловли спортсменов. В этой палатке определенная суета. Давайте заглянем в нее. Так, сектора. 8. Это А8. Сидоров Вадим, фишинг черт 95. Ну, что, только что закончилась жеребьевка, и спортсмены уже на берегу, готовятся ко второму туру. Вот они уже знают свои зоны сектора и выстроились после этой жеребьевки около своих мест и начали подготовку. Сейчас прозвучит сигнал, и уже начнется подготовка в секторах. Ну, все как обычно, но немножко уже после первого тура другой настрой, потому что уже известны победители первого тура. Это, конечно, не окончательный результат, но уже некоторые команды, которые опустились чуть ниже первых трех мест, уже начинают волноваться. Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рыба есть, но надо ключик к ней подобрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Гудок прозвучал, участники соревнования собирают с Настей. Самое время подойти и побеседовать не с визунчиками, а скорее всего с чемпионами. Алексей, я слышал о второй зоне. Нет, третий на самом деле. Тяжелый тур был. Чуть не ладилось, запутывания были. Старался как мог. Пока так результат. Интересная борьба, накал страстей. Серьезный. Адреналин бьет сильно. Класс. Здорово. Понравилась организация. Приехали ребята из других регионов. Мероприятие удалось. Я первую зону стал во втором туре. Благодаря первому туру разобрался, понял где, что и как. И уже во втором туре на характере брали. По максимуму, как получилось. Там уже будет видно. Сейчас подсчет покажет. Подсчет баллов занял некоторое время. Дело было к вечеру. Стремительно темнело. Записать видео в надлежащем качестве совершенно не получилось. Поэтому, поверьте мне на слово. Призов было предостаточно. Ни один участник не ушел с пустыми руками. И теперь о самом главном. Места в личном зачете распределились следующим образом. В личном зачете с уловом 1 килограмм 568 грамм Владимир Жирновой из города Черкеска стал первым. Вторым оказался спортсмен из города Армавир Андрей Гуляев. Его улов 1 килограмм 379 граммов. И третий Юрий Синельников. Также из города Армавир. По командам. Первой стала команда Фишбайт Армавир. Команда Флагман из Черкеска вторая. И команда Голд Фиш стала третьей. Она тоже из Черкеска. Репортаж вел Сергей Бугаев. До новых и волнующих встреч на следующих турнирах. Команда Фишбайт Армавир. Команда Фишбайт Армавир. Абрая. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Галина, если поедешь в Майку, возьми меня с собой. Я тоже хочу побывать в этом чудесном музее. Ну, Ольга Васильевна, через гастроном. Спасибо, как только будет зарплата, обязательно. Но посмеялись, а теперь предлагаю перейти к более серьезным темам. Завтра во всем мире отмечается День окружающей среды. Он был установлен в 1972 году Генеральной Ассамблею ООН, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. Вот какова она в Карачавой Черкесии, какова экологическая обстановка, узнаем в нашем сюжете. На протяжении нескольких лет Карачавая Черкесия входит в первую десятку субъектов Российской Федерации с благоприятной экологической ситуацией. В 2020 году в экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль» республика заняла 12-ю строчку среди регионов страны, а на Северном Кавказе стала безусловным лидером. Оценивается и состояние воздушного бассейна, состояние водных объектов, ситуация с отходами, это и биоресурсы, разнообразие, наличие особо охраняемых территорий, это и леса, теперь это все введение Министерства природных ресурсов, все мы этими вопросами занимаемся. Охрана окружающей природной среды – одна из наиболее актуальных и острых проблем современности. Ночный технический прогресс и усиление антропогенного воздействия на окружающий мир неизбежно приводят к обострению экологической ситуации. Истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется окружающая среда. Конечно, есть проблемы, которые надо решать. Эта проблема связана с работой очистных сооружений. На сегодняшний момент мы имеем очистные сооружения, которые были построены еще в 70-х, 80-х годах. Конечно, физически, морально устарели. Но надо сказать, что предпринимается ряд мер, но на сегодняшний момент нет федеральной программы, которая бы оказала поддержку реконструкции очистным сооружениям. Этим вопросом занимается Министерство строительства и ЖКХ. В основном вопросом этим занимается. Но все, что можно, делается. Построены, допустим, Адыгехабские очистные сооружения. Реконструкцию, хоть и небольшую, проводят очистные сооружения города Черкесска. Домбайские и Тибердинские очистные сооружения достаточно новые. То есть этот вопрос всегда на контроле, этим вопросом занимается. Другой серьезной проблемой в Карачаево-Черкесии остается утилизация твердых бытовых отходов. Чтобы решить ее, правительством региона сделано немало. В рамках федерального проекта «Чистая страна» завершилась рекультивация полигона твердых бытовых отходов близ города Черкесска. В результате восстановлено 12 гектаров земли, а сам полигон накрыт водонепроницаемым экраном. При Кубанском районе заработал первый на Северном Кавказе современный завод для хранения и сортировки твердых коммунальных отходов. Новый объект позволит сократить на 27% количество отходов, подлежащих захоронению, а это 40 тысяч тонн в год. Да, действительно, по федеральной программе «Чистая страна» мы рекультивировали за счет средств федерального бюджета и средств субъекта, построен новый полигон. Но я бы сказала, что не только этот объект мы сделали по федеральной, по нацпроекту «Чистая страна». Это еще и рекультивация свалки в городе Карачаевске. Мы ее завершили в прошлом году. Это тоже достаточно серьезный объект, который находился на берегу реки Кубань. Мы это все закрыли, изолировали. У нас на территории работают два региональных оператора. Один региональный оператор обслуживает город Черкесск, другой региональный оператор обслуживает районы республики. Да, сегодня есть новый полигон сортировочной станции города Черкеска. И есть еще полигон в Усть-Джугуте, который находится в реестре государственных объектов размещения отходов. И они как бы рабочие, эти два объекта. На сегодняшний момент очень больной вопрос для жителей. Это тариф, он изменился. Но я считаю, что ситуация меняется все равно к лучшему. Вы посмотрите по городу Черкесску. У нас достаточно хорошо город убирается. Сейчас городом строятся новые площадки. Будет внедряться раздельный сбор отходов. Как бы мы сначала хотим сделать город более чистым. И, понятно, не останутся без внимания и районы. В Зеленчугском районе, в станице Зеленчугской, была несанкционированная свалка, которая в рамках нацпроекта «Экология. Чистая страна», федерального проекта, сегодня рекультивируется. Мы начали рекультивацию этого объекта в марте месяце. И закончим рекультивацию этой свалки уже в этом году. И все-таки проблема несанкционированных свалок в нашем регионе никуда не исчезла. Особенно это заметно на примере Зеленчугского района. Приезжая в Архыз, туристы восхищаются окружающей природой, но отмечают, что впечатления от этих завораживающих пейзажей портят то и дело встречающиеся свалки. И Архыз, и Дамбай – это очень такие места, которые показывают лицо нашей республики. Население, надо сказать, Архыза и много гостиниц, которые построены в Архызе, наверное, недостаточно четко понимают, что если они будут исправно платить, то исправно будет вывозиться мусор. То есть бесплатно никто работать не будет, потому что собираемость 50% – это все-таки маловато, чтобы рентабельно работали региональные операторы. То есть элементарно получается, что предприниматели не платят? Ну, на сегодняшний день много гостиниц, которые существуют в Архызе, просто не платят. Либо скрывают количество посетителей у себя, либо говорят, что это не гостиница, а просто их дом, которые приезжают, братья, знакомые, сестры и так далее. То есть проблема сегодня существует, потихоньку решается, претензионная работа ведется региональными операторами. В декабре 2016 года в России в рамках наспроекта «Экология» был утвержден проект «Чистая страна», который реализуется в том числе и в Карачаево-Черкесии. Благодаря участию в этой программе в республике решен ряд важных вопросов. В 2018 году рекультивирована свалка бытовых отходов в Абазинском районе, в 2020 – в Карачаевске. Практически завершены мероприятия по рекультивации хвостохранилища, месторождения медно-колчеданных руд Урубского ГОКа. Очень большое влияние было на жителей Урубского района, поселка Медногорского, поселка Станицы Преградной, потому что конец, где было высохшее хвостохранилище, это поднималась ядовитая пыль, это запахи химические такие, которые распространялись по округе. А кроме того, это дренирование вот этих ядовитых стоков в речку, которая находится рядом, естественно, отравление реки. Мы уже третий год ведем работы. Это 47 гектаров, которые были залиты ядовитыми отходами. Наверное, может быть, и где-то видели вы уже пейзаж такой космический. Сегодня мы всю эту площадь закрыли. Мы закрыли ее мембраной, сверху посадим траву, и будет, в принципе, 47 гектаров площади, которая может использоваться для пастбищ, сенокошения, либо другие какие-то такие вопросы. В этом году заканчиваем это хвостохранилище. Такая же работа ведется в поселке Лебруском. Ущелье Худеса известно богатством и разнообразием рудных ископаемых. Еще в 19 веке здесь добывали серебро, золото, свинец, хрум. В августе 1976 года рудник был ликвидирован. Но в отвалах руды можно было найти практически всю таблицу Медделеева – Вольфрам, Малибден, Кадми. Продукты обогатительной фабрики складировались в верховьях Кубани. Они постоянно размывались кубанскими водами. В результате в реку попадали тяжелые металлы – свинец, медь, цинк, железо. Об этой проблеме знали еще в советское время. Однако ресурсов для культивации заброшенного хвостохранилища не находилось. Благодаря главе, что мы, его хорошим отношением, Министерством природных ресурсов и экологии, мы вошли вот в этот нацпроект «Экология». И мы в этом году проводим три объекта. Вот здесь, в поселке Лбрусском, в Рубском районе и в Зеленчуке полигон. Тоже проводится рекультивация. На данный момент ведется вывозка ядовитых отходов в отвал. Отсыпается защитная дамба. Она препятствует смыву этой же выработки горных пород в речку. Следующим этапом будем закрывать отсыпку, материал, гравий, специальный такой пирог защитный, чтобы, как видите, вот выдувает сейчас его, не будет ни выдувать, а потом будет биологическая рекультивация с посевом многолетних нрав. На этом участке также будут законсервированы устья Штулин, разобранные на руины производственных зданий. Сейчас полным ходом ведется строительство 800-метровой дамбы, которую затем аплицуют бетонными плитами. Завершить рекультивацию хвостохранилища планируют в следующем году. Проведение и реализация этих работ позволит улучшить качество жизни более 20 тысяч человек и вернуть сельхозоборот порядка 6 гектар. Охрана и восстановление леса – одна из главных задач правительства республики. В этом году в рамках проекта «Сад памяти» в нашем регионе было высажено несколько тысяч саженцев деревьев разной породы. И это очень хорошая помощь лесным угодиям. По богатству и разнообразию видов растительности, леса Карачаева-Чуркисии не имеют в себе равных на всем Северном Кавказе. Однако уничтожить главное достояние республики при нынешних технических возможностях особого труда не составит. А вот восстановить его крайне сложно. Для этого потребуются и силы, и время. Нельзя не отметить, что за последние годы число незаконных вырубок в Карачаево-Чуркисии резко сократилось. Если в 2019 году объем незаконного оборудования Тревесины составил 860 кубических метров, то показатель 2020 года – 151 кубометр, что на 73% меньше. Во многом эти цифры обусловлены указом главы 2011 года о запрете на вырубку леса в рекреационных зонах, а также вывоза круглого леса за пределы республики. И все-таки проблема незаконных вырубок существует. Прокуратура республики вновь и вновь возбуждает уголовные и административные дела. Действительно, в этом году, по сравнению с 2019, количество незаконных вырубок резко уменьшилось. Дело в том, что мы этим вопросом Министерства природных ресурсов стали заниматься с июля месяца, потому что три ведомства соединились в одно. Я так думаю, одна из причин – это более эффективная работа именно в лесах по незаконным вырубкам, по пожарам и так далее. Надо сказать, что у нас есть соглашение с Министерством внутренних дел, с пограничниками, чтобы в лесу тоже можно было навести порядок. Это рейдовые мероприятия, то есть у нас работают лесничества, осуществляется много рейдовых мероприятий для того, чтобы можно было выявить незаконные рубки. Тибергенский государственный природный биосферный заповедник – гордость республики. Здесь произрастают 272 эндемика Кавказа, есть краснокнижники. Но вот что тревожит. И на территории заповедника, и в Даусском заказнике, в Кубанском и ряде других лесничеств наблюдается одна и та же картина – сохнет ель. Естественно, это вызывает тревогу. В 2000 году были выявлены такие явления, как большой еловый лубоед. И вот для того, чтобы с ними бороться, было принято решение и проведено в санитарном мероприятии рубка сплошная этого участка и утилизация порубочных остатков путем сожжения. Такая картина наблюдается повсеместно и за границей, и в Канаде, и в Европе и так далее. Такое мнение ученых, что это вызвано потеплением климата. Было шесть экспедиций. То есть это не то, что мы пытались выявить причины усыхания, то есть силами заповедника, у них тоже есть научный отдел. Привлекались Санкт-Петербург, и Москва, и международная организация. То есть на сегодняшний день выявить причину усыхания не удалось. Дело в том, что мы видим караеда – это уже последствия усыхания дерева. То есть караеды нападают на дерево, когда оно уже ослабло и начало сохнуть. То есть они, наоборот, помогают разрушиться этому дереву. Надо отметить, что гибнут одновосрастные ельники. Но, как наука сказала, этот процесс более естественный и происходит во всем мире. И вот сегодня остановить этот процесс просто невозможно. Но, что характерно для всех лесов, что идет подрост, подрост совершенно здоровый. На этом месте будут уже восстановлены, естественно, путем лес. И надо отметить, что смешанные леса не подвергаются вот такой опасности. Это только вот ельники. Поэтому, вот как говорила последняя экспедиция, что можно замедлить этот процесс, но его не остановить. То есть это чисто эстетическое восприятие. Но, как говорит наука, здесь ничего страшного нет. То есть это все как бы разрушится, восстановится, новые ельники будут. У леса много врагов. Самые коварные из них – пожары. Число лесных пожаров в России за последние пять лет постоянно растет. Если в 2017 году было зафиксировано около 10 тысяч случаев, то в 2020 их количество перевалило за 13 тысяч. В среднем площадь лесных пожаров в России ежегодно составляет 2,5-3 миллиона гектаров. Лесному богатству страны, в том числе и Карачао-Черкисии, наносится непоправимый ущерб. Как ни прискорбно, главной причиной возникновения пожаров – человеческий фактор. С начала 2020 года, с января, по настоящее время, у нас зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади 182 гектара. Ущерб от этих пожаров составил 1 миллион 185 тысяч рублей. Причины разные – и человеческий фактор, и природный фактор. По всем фактам переданы материалы в МЧС и правоохранительные органы для установления уже конкретно виновных в этих пожарах. «Загорение лесов происходит от местного населения нашего. Пожары лесные – это бич и заказника федерального, и биосферного Тибердинского заповедника. Вот сейчас жаркая погода, вот боимся, вот сейчас, не дай бог, загорится там, будем работать. Весенние палы у нас – самое бедственное положение, это в заказнике. Ну, Тибердинское заповедник не так, как в заказнике, понимаете. У нас хозяйственная деятельность в заказнике разрешена. Находится, вы видели, там, под Аутском ущелье столько кошар, столько животноводческих этих точек. И вот каждый думает, что вот весной траву подпалил, прошлогоднюю, трава молодая вылезет там, основные там, они ссылаются на клещи, понимаете. И вот приходится неделями, если, не дай бог, там осадков не бывает, мы и месяц тушим, и больше месяца, ну, неделями вот так приходится, там, тушить пожары своими силами. Да, к сожалению, в прошлом году у нас были пожары. Это, скорее всего, связано было с погодными условиями, потому что два года засухи дало себе знать. Очень сложно тушить пожары в нашей местности, потому что, в соответствии с инструкциями, если уклон больше 45 градусов, мы уже как бы не можем посылать людей тушить. Мы в прошлом году применяли авиацию, сбрасывали воду на горящий лес. Но, надо сказать, что очень большая работа проводится. У нас утвержден главой республики план тушения пожаров, где прописаны все мероприятия. Контроль у нас есть, пожарный контроль, который работает, инспектирует и контролирует, учения проводим. У нас есть учреждения, которые занимаются подведомственным тушением пожаров. Но, что надо сказать, что часто пожары бывают, переходит пожар с сопредельных территорий. Поэтому перечни всех землепользователей, сопредельщиков у нас есть. Мы уточнили его. Как бы план есть о организации минерализованных полос, то есть это разрыв между лесом и сопредельными территориями. Это и запрет сжигания растительности, потому что может пожар перерасти в лесной пожар. Еще и занимаемся пропагандой. То есть и в школах, и на листовке, и плакаты, и баннеры ставим. О том, что в лесу очень осторожно надо обращаться с огнем, потому что пожары могут возникнуть из-за плохо потушенного костра. А кто у нас костры разводит? Это либо охотники, либо туристы, кто посещает лес. Поэтому работаем и с охотниками, даем памятки при выдаче лицензии на охоту. И работаем с туристами, как я уже говорила. Листовки раздаем, баннеры ставим и так далее. То есть большая надежда, что в этом году не допустим, пожалуй. Ведь это действительно не так уж и трудно. Потушить после себя костер в лесу, выкинуть мусор в контейнер, а не под ближайший куст. Все большое начинается с малого. И начинать нужно прежде всего с себя. Если мы действительно хотим, чтобы проблемы экологии ушли в прошлое навсегда. Государство об этом заботится. А мы? Да, вот действительно, то, что осталось, может быть, за кадром, я хотела сказать. Ведь действительно, вот все начинается с малого, да? Все начинается с нас. Вот перед тем, как приступить к съемке этой программы, я ни один день, ни однократно общалась с сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии Карачао-Черкесии. И вот, что я хотела бы сказать нашим зрителям, чтобы они это тоже поняли. Чтобы войти в наш проект экология, надо разработать целый пакет документов. Мало того, что его надо разработать, его надо еще защитить, чтобы наш проект включили в состав национального проекта экология, чтобы его финансировали, помогали как-то реализовать те задачи, острые проблемы, которые стоят перед руководством республики. Вот наше министерство это сделало, оно свою задачу выполнило. А что делаем мы, жители Карачао-Черкесии? А мы практически делаем, ну, очень немного. По крайней мере, когда я вижу, как из автомобиля, едущего по трассе, выкидывается пакет с мусором или какие-то консервные банки, но просто хочется этого водителя, извини, догнать и наказать. Вот, вот, или тех уважаемых наших туристов, которые за собой ни костер не потушат, ни мусор не уберут. Ну, стыдно, стыдно, друзья. Тем более мы в такой регион, куда постоянно приезжают гости, туристы. И как мы их встречаем? Да вот так и встречаем. Совершенно стыдно. Поэтому хотелось бы лишний раз напомнить нашим зрителям, давайте делать хотя бы то малое, что мы можем сделать. Это очень не трудно. Я только за. И я. Зорька алая Зорька алая Губы алые А в глазах твоих А в глазах твоих небосинь Ты, любовь моя Долгожданная Не покинь меня Не покинь меня Не покинь Не покинь Ты, любовь моя Долгожданная Не покинь меня Не покинь меня Не покинь По плечам твоим С белым голосом Льются волосы Только голову Только голову Только голову Запрокинь Своей нежностью, своим голосом Не покинь меня, не покинь меня, не покинь Своей нежностью, своим голосом Не покинь меня, не покинь меня, не покинь Всех красивее, всех дороже мне стала ты, даже капелькой своей нежности не остынь. Через сотни лет, через тысячи не покинь меня, не покинь меня, не покинь. Через сотни лет, через тысячи не покинь меня, не покинь меня, не покинь. Зорька алая, зорька алая, губы алые, а в глазах твоих, а в глазах твоих небосинь. Ты любовь моя долгожданная, ой, не покинь меня, не покинь. Ты любовь моя долгожданная, не покинь меня, не покинь меня, не покинь. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Оль, хочу спросить тебя, ты переболела ковидом? Да. Прививочку сделала? Нет. Ты знаешь, я тоже болела, прививку еще не сделала, но скажу, по правде, собираюсь. Потому что сегодня как-то очень много информации о том, что вреда от нее не будет точно. А насколько она защитит от, не дай бог, какой-то следующей волны, ну, покажет время. И очень многие россияне, и в том числе наши земляки, да, они сомневаются. Кто-то считает, что у него очень хороший иммунитет, кто-то считает, что у него достаточно антител выработалось, и он, собственно говоря, поборет любую инфекцию. Ну, каждый это для себя решает сам. Но я думаю, дорогие друзья, что те рекомендации, которые дал в нашем интервью коллеге нашему Руслану Кокмазову, известный кардиохирург из германской клиники Шарите Иркенов-Тимирлан, наш с вами, кстати, земляк, я думаю, этой информации не будет лишним. Давайте посмотрим интервью. Давайте. Сейчас идет вакцинация в Карачаево-Черкесии, в России, спутником ВИ. И прежде чем идти на вакцинирование, рекомендуют, естественно, обратиться к врачам, получить их рекомендации и сдать анализы. Нужно сдавать, нужно ли прививаться или нет. Какой анализ надо сдать и какие показатели должны быть у меня, чтобы я задался вопросом, болели ли я коронавирусом и что у меня происходит. По поводу вакцинации, вот у нас, например, в клинике бывали случаи, что люди, даже которые, мои коллеги, переболевшие, и у которых есть уже иммунный ответ, то есть это иммуноглобулин, да, G, они все равно делали вакцинацию, то есть они проверили, есть у них иммунитет, но они хотели все-таки сделать себе вакцину. Почему? Что двигало им? Вот на данный момент я не готов ответить, что ими движет. Я тоже спросил, почему, они говорят, а что, ну ничего в этом такого нет, то есть укрепят, укрепится иммунитет. Вот конкретный ответ моего коллеги был для меня, который, в принципе, для меня был очень странным. Вот мой совет людям, которые думают, что они не переболели или переболели, сдать на S-белок, то есть это иммуноглобулин G, вот, и там имеется 5-6 белков, из них единственный, кто влияет на коронавирус, это S-белок, то есть на него, ну в лаборатории об этом прекрасно знают. А какие показатели должны быть? Почему я это спрашиваю? Потому что разные лаборатории дают разные показатели и говорят, у нас одна градация, у других другая градация, и я не могу понять. Я сдаю в трех лабораториях, и у меня разные показатели. Да, вот в этом проблема есть количественные, качественные, и каждая клиника, каждая лаборатория использует определенный стандарт, если, например, одни имеют количественное, другое берут качественное. А какой стандарт лучше? Стандарт все-таки количественный я бы выбрал, там она более детализирована, вот, и там уже можно более подробно понять, насколько иммунитет у человека действенный. Давайте вот повторим этот момент. То есть я прихожу в лабораторию, говорю, вы можете мне сделать количественный анализ на болел ли я коронавирусом или нет? Если они говорят, да, я иду. Да. Если они говорят, мы делаем качественно, я говорю, салам алейкум, до свидания. Нет, почему? Ну, вопрос в том, что количество в миллилитрах, единственные миллилитры, это вот самый стандарт, который мы используем в Германии. Тут есть разные. Вот у меня дедушка сдавал, и там сначала я не разобрался вообще, о чем идет речь, какие-то разные цифры непонятные для меня. Мне пришлось вернуться в лабораторию и поговорить с девушкой, лаборантом. Она мне тогда только разъяснила, что они делают вот именно качественный забор. То есть, получается, вы, будучи кардиохирургом, не можете разобрать вот эти бумажки, которые дают людям? А что простые люди должны делать? Вот, простым людям, там, где сдают, им нужно поговорить с лаборантом, чтобы им разъяснили, какие границы и когда у них есть иммунитет, когда его нет. То есть, количественный анализ измеряется в миллилитрах? В миллилитрах, на единиц на миллилитры, да. Все. Если миллилитры есть, то… Если они есть, то у человека тоже есть иммунитет. А сколько миллилитров должно быть? Вот этой заразы в твоей крови или антител к этой заразе? До 40 тысяч бывает. Вот, от 50 до 40 тысяч. Если до 50, то иммунного ответа нет на спутник. Если больше 50, то он уже выработался. Но хорошим считается, если он больше 15 тысяч и до 40, то есть. То есть, подождите. Прежде чем я еще на прививку, допустим, я не сходил, я сдаю анализ. А при каких показателях в миллилитрах вот этих, давайте их так называть, количественно, должен быть, чтобы я понял, мне надо идти на вакцинацию или нет? В вакцинацию вы можете идти в любых цифрах. Если вы решили, это противопоказания, от этого нет. Но это вы сейчас могут вам, зрители некоторые сказали, наверное, ему проплатили, чтобы он так сказал. Нет, я лично сам вакцину не делал. Я еще пока не собираюсь ее делать. Вопрос по вакцинации, это абсолютно личного характера. Каждый решает для себя, нужно это или нет. Ну вот какие минимальные показатели должны быть, чтобы человек опасался, что он может заразиться коронавирусом? Если ниже 50, то нужно делать. Если человек решил делать, то он должен делать. А если у него выше 50, вот этих миллилитров? Ну если до 7-8 тысяч, то можно потом еще контроль сделать и посмотреть. 70-80 тысяч? 7-8 тысяч, потому что всего 40 тысяч. Выше не бывает? Нет, это граница уже. Ага, так подождите. Я сдаю анализ, у меня в этих миллилитрах... На С-белок, да? Да, на С-белок, да, на С-белок в миллилитрах мы сдаем, чтобы люди не путали. Если меньше 7-8 тысяч... Если ниже 7-8 тысяч, это считается уже такой... Есть иммунный ответ, но он нестойкий, я вот так бы сказал. А и надо идти на вакцинацию? Ну вот вопрос... Руслан, ты так заворачиваешь, надо или не надо? Это уже человек определяется сам. Рекомендуете? Я рекомендую, если у человека ниже 7 тысяч, и он хочет сделать вакцину, неважно какую, он может сделать. Этот анализ как часто надо сдавать? С учетом того, что 30% переболевших имеют неврологические, психологические, психиатрические заболевания, может быть там мнительность какая-то есть? Вообще у нас в Германии советуют каждые полгода сдавать на иммунный ответ. Посмотреть, снижается или нет. Потому что, Руслан, у нас же год прошел, пандемия, вопросов больше только, и ничего не уменьшилось. Мы не можем понять, мы на пороге плавного выхода из пандемии или на пороге какой-то катастрофы глобальной. Поэтому тут нужно понимать, что каждый день кто-то говорит одно, и это не подтверждается завтра. Есть факты, есть литература. Я начитался, у меня ощущение, что я все-таки не ориентируюсь, что происходит с этой пандемией. И в принципе, я думаю, тоже самое могут сказать остальные мои коллеги. У меня дедушка, он переболел, которому уже больше 93 лет. Он себя чувствует хорошо, и у него иммунитет еще такой стойкий. Так что ему он не нужен. Он пока не прививается? Нет, не будет, потому что у него иммунный цвет хороший сейчас. А какие показатели? Мы ему делали, у него было больше 18 тысяч. Так что все нормально. То есть пока под контролем? Все под контролем. Он, кстати, пойдет послезавтра опять на контроль. Как раз проходят 4 месяца. Вот в декабре у него было 18 тысяч. А если сейчас снизится? Если сейчас снизится, то будем уже более на ежемесячный контроль переходить и смотреть. Если будет какой-то нижний порог, то уже... Это 7-8 тысяч. Ну, даже меньше для дедушки. Я думаю, можно даже за двух. Тогда внук отправят на вакцинацию. Ну, посмотрим. Это еще и дискутабельный вопрос. Вы надеетесь на то, что у 93-летнего пенсионера будет вырабатываться иммунитет? Добровольно. Я все-таки за то, чтобы как-то вот эта эпидемия прошла побыстрее. Но мы понимаем, что она уже никуда не уйдет. И нам нужна мультивакцина. Вот мультивакцина. И то, что сейчас имеется, это хорошо. Но, как пишет ВОЗ, они рекомендованы только для экстренных ситуаций. То есть, это недолгосрочные вакцины все. И при том, что у нас мутации большие, штаммы новые появляются. Да, лаборатории и российские, и американские, и немецкие, шведы, те же самые австрийцы. Они все сделали большую глобальную работу. То же самое китайцы. Они сделали все-таки вакцину, которая местами работает, местами может нет. Но это не то, что нужно нам на сегодняшний день, чтобы выйти из этой проблемы. Нам нужна мультивакцина, которая будет влиять на все штаммы. И ближе всего, конечно, на мой взгляд, подошли ребята из Чумаковского центра. Это новая вакцина, которая... Это, да, новая вакцина. Вот, кстати, многие ждут, когда она появится в народной массе. Это она реально необходима? Она... Необходима. Она... Я единственное могу сказать, что из всех мировых вакцин, которые были сделаны как экстренные, хорошую почву имеет только вот эта вакцина. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. Прощаясь с нашими зрителями, я бы хотела, как всегда, пожелать им, чтобы они провели ближайшие выходные, как и все остальные, в кругу своих близких и родных людей. Потому что семья – это самое дорогое, что есть у человека. Поддерживаю тебя, Оля. А от себя хочу сказать традиционное. Проведите ближайшие выходные так, чтобы в понедельник вам непременно было о чем рассказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова